В учебнике называется пешок, не воздух и непроницаемый. Вовремя у мастера вариантов было мало, выше пузырь, или чем то, что он сказал садар. Инструмент называется валыння. Ответ правильный. Чей музыкальный инструмент? В Шотландии. Ответ неправильный, стандартный. Дорогие друзья, значит, в Шотландии нет музыкального инструмента под названием валыння. Там есть такой музыкальный инструмент, называется он бэк-хар. Соответственно, в Испании гайтер, в Украине казах, Белоруссия туда, в Грузии в Удастрии, в Борисе в Солынке, в Уминчон па, в Осетину валынку. А у русских валынка. Валынка это название нашей инструменты, мы этим словом не забывали больше всего. У нас тоже такой был. Не отдавайте вы валынку сразу туда. На этот вопрос вам никто не ответит. Где-то таких данных. Никто. Ну, приблизительно так. Я могу сказать, что, например, на русском, вот эта деревяшка. Найдена, ну, не эта, а эта реплика моя. Слоя 14 века, 2015-го какого-то, старая Руссия. Найдена, вот такая деревяшка. Это выточка. Это для того, чтобы основной штук проводил. Найдена, вот такая деревья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 к дворовым деткам. Доступность инструмента обуславливается тем, что купить можно в любой мелочной лавке, а еще больше тем, что очень легко изготовить самому. Описывает Якоб Шлявин русский народный музыкальный инструмент названием «Балалайка». Совершенно верно. В XVII-XVIII веке «Балалайка» была совсем не такая, какую, знаете вы. Такую сделал Василий Васильевич Андреев в 1880-м году. С тех пор народ ее принял, и она теперь так вот. А была она вот и в Франции. Стоит изобретен. В XI веке в Центральной Европе, доподлинно неизвестный мне, но и в Франции, и в Испании. Нет, назывался Шарман Кручев общий, короче. Назывался органистром, ручной органчиком. На руси называется «Колесная лира». У нас внутри есть колесо, и формию его набираем. Крутим ручку, звучат несколько струй. На одной струне исполняем мелодию, остальные звучат по уголу. Наш первое письмо-рукоминание Красной России, 17-й век. И 19-й, 20-й век. Девки, творящие музыканты, с любыми местами. Походили либо в ерерный берет, либо в одностоярном, на улице. Музыка с бюджетом. Суберто. Исключительно духовные местности. Больше людей, больше людей. Дожил на 1960-м году. В моем духовке стих о расставании души с телом. Слепа. Дай мне туше. Не знаю, это было внутри. А, кто? Вы что, голуби? Грешный человечек. Ты как-то дедушка активно оставалась, как-то другая. А, ты не доверил? Да, нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...